Том 3. Тема молитвы. Вопрос 1066. Почему, когда человек болеет, страдает, мучается, он вспоминает Бога, а когда ему хорошо, то он его не благодарит? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Отсюда прямо напрашивается вывод, что нам не полезно быть здоровыми, а полезно находиться в печали. Это психология рабов. Когда бьют, то они слушаются. Салтирь 77, 34 по 36 стихи. Когда он убивал их, они искали его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу, и вспоминали, что Бог их прибежище, и Бог Всевышний, и избавители их, и льстили ему устами своими, языком своим, лгали пред ним. 1 Петра 1, 4, 1. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Бог нам является таким, каким мы являемся перед ним. Плачь 3, 10. Он стал для меня, как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытом месте. Уже сегодня при жизни в этом тленном теле мы должны душой ежеминутно преображаться в образ небесного. 1 Коринфянам 15, 49. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. На небе скорби не будет. Исайя 35, 10. И возвратятся избавленные Господом. Придут на Сион с радостным воскресанием, и радость вечная будет над головой у них, и они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. Нам нужно познавать, какие порядки, какой устав будет в вечности, чтобы уже сегодня приготовиться к тому, где, думаем, будет целую вечность. Говорю мирским языком для ясности. 1 Филосоникицам 5, 18. За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе, Иисусе. Откровение 11, 17. Говоря, благодарим Тебя, Господи Божий, Вседержитель, Который есть и и был, и грядешь, что мы, что Ты приял силу Твою великую и воцарился. Благодарение за благодеяние, за память о благодеяниях, за то, что Он Сам сказал, не оставлю и не покину. 2 Филосоникицам 5, 18. Он нам нужен как палочка, выручалочка, как ходатай перед начальством по разрешению наших земных вопросов. Таких людей Бог видит, как самых несчастных на земле. 1 Коринфянам 15, 19. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Смысл здесь следующий. Нам хорошо и тепло, когда Бог у нас как золотая рыбка на побегушках. Ясно, что Бог долго терпит и таких людей, у которых нет к Нему любви. Матфея 5, 45. Ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Как говорит Григорий Низкий, Бог имеет дело только с тем, что родственно Ему, рождено от Него и подобно Ему. Бог есть любовь, любовь божественная. Не в человеческом понимании. И Бог любит только то, что похоже на Него в божественном плане. Потому что Бог и есть Троица, что у Него всегда есть объект любви. Люди, имеющие понятие Аббади, не идут на грубые грехи, боясь гиерны. И через этот страх много не добирают в этой жизни от удовольствий, какие им предлагает мир. Не могут пить беззаконие, как воду полной чаши. И поэтому они намного несчастнее. Ущербнее тех, кто не имеет страха Божия и хватает все подряд, берет от жизни все, что может. Но в то же время этот человек совершенно не проглядывает в запредельный мир. Это православный язычник. У него всюду крестики, обереги, молитвы. Он страшно боится всякого несчастья для себя и детей. Это вера почти всей России сегодня. Поэтому нет ничего несчастнее. Печальнее такой бесплодной веры без любви, без благодарности Богу. Лука 11.13. Итак, если вы, будучи злые, умеете даяние благие давать, Детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у Него. Хотя бы полчаса потратено разбор этого стиха. Здесь не говорится, что человек просит Духа Святого, но Отец Небесный дает не какие-то блага, о которых так заботятся теплохладные. Номинальные христиане, но конкретно речь идет о неспослании Третьего лица Троицы. Не этот ли стих является основным к изречению Серафима Саровского стяжами Духа Святого? Я даже пытался много лет, возвращаясь к изречению Серафима, проанализировать, как он дошел до этого. И мне кажется, что я нашел ключ в этом стихе, который говорит, что все наши просьбы, будь то в горе или в довольстве, сходятся к этому стиху. Да будет воля Твоя. Я совсем согласен, Отец мой. Я заранее благодарю за горести и радости. Салфин 142.10. «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой, Дух Твой благий, доведет меня в землю правды». Это и есть уподобление Богу. И на любую просьбу, согласную с волей Отца, с неба как бы раздается глаз. Он думает, как я. В нем говорит Дух Святой. «Пошлю я Ему еще более благодати» и подает Духа, просящему у Него, что бы то ни было, родственное замыслу Божию о нас. Богу нашему слава, всегда, ныне и призна, и во веки веков. Аминь.